Привет, и я Требуарн. Давненько мы с вами не смотрели Маразмик, вот, решил глянуть его какой-нибудь старый ролик, выбрал трэшовые лайфхаки Трум Трум, я не помню какие выпуски я с Трум Трумом у него смотрел, как минимум четвертый точно смотрел, насколько я помню на своем втором канале, вот, решил посмотреть все лайфхаки Трум Трума с самого начала, начнем естественно с первого, ну и погнали этим заниматься. В этом видео хочу поговорить про дебильные лайфхаки с канала Трум Трум. Давай, 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 вещай. Что ж, поэты трэшат, а не я... Блин, как я соскучился по этой белочке, да? Я считал проехаться катком еще очень и очень давно, ну, по крайней мере, меня об этом просили в комментариях. И вот, наконец-то, у меня дошли руки сделать видос про это шоу фриков. Вот знаете, мне всегда нравилось такое понятие, как лайфхак. Как бы да, во многих роликах того же сливки шоу показаны реально полезные способы, как можно упростить себе жизнь. Как вот эта вот хигня упростить себе жизнь, немного не понял. И что самое смешное, так это то, что подобные ролики набирают миллионы. Это типа масло не наливается на бутылку, а наливается на салфетку и промокает? Просмотров, а то и десятки миллионов. Каналы с лайфхаками набирают бешеное количество подписчиков. И один хер я ни разу в жизни не видел, чтобы хоть одним из этих лайфхаков хоть кто-то пользовался. Потому что нафиг это надо. Мне кажется, знаете, такие видосы смотрят следующим образом. Если у вас плохие отношения с соседями, то вы сможете все наладить... Это сливки шоу уже, да? По-моему, да. ...угостив их леденцом. Ух ты, уго... Это по-моему... Да, вон у него по-моему даже на колоке, типа на пальцах, соседи имеются в виду это, по тюрячке. По-моему, он тебе... ...сделает очень больно. Я напишу годный совет. И ладно, еще сливки шоу. Он занимается этим уже давно, у него своя оригинальная подача, у него много действительно годных идей, поэтому его канал в этом ролике мы затрагивать не будем. Давайте лучше что-нибудь поинтереснее посмотрим. Давай, давай. А поинтереснее у нас канал под названием Трум Трум. Насколько я помню, я опять же могу ошибаться, это достаточно крупный проект, который выпускает ролики на разных языках. А также у них несколько... Насколько я помню. В смысле, насколько я помню. Ты же делаешь как бы обзор про них, кто это должен знать, это развеет. Каналов миллионников. Они снимают абсолютно разный контент, в основном, конечно, развлекательный. Их остальной контент я не изучал, поэтому ничего про него сказать не могу. А остановимся мы сегодня на их гениальнейших лайфхаках. А в чем заключается лайфхак, чтобы себя покрыть огромной кучей... огурцов? Теперь ты огуречный человек. Скажу вам наперед, тупость. Я смотрю второй ролик подряд, ну, не у Маразма, а вообще, типа, в предыдущем ролике был огурчик Рик. Здесь тоже огурчик Рик, похоже. И к ренжатину тут будет предостаточно. Ох, солнце сегодня в ударе, даже кепка не спасает, зато выручает. Даже? А что, кепка обычно не спасает от солнца, но фиг его знает. Только, вообще, кепка, по-моему, защищает тебе глаза, чтобы они, ну, сильно, солнце в них не попадало. Безграничная фантазия. Слушайте, у меня, конечно, с фантазией все нормально, но куда она себе эту палку там запихнула, я даже гадать пытаться не буду. Так, фида же будет. Загорает на пляже, занятие приятное. Было бы странно, если бы она в жопу ее запихнула, потому что тогда бы зонтик был не сверху, а сбоку. Ну и солнце способно утомить, нужно срочно организовать тень, но как? Так, ну и? Неужели так сложно либо найти на пляже место под зонтом, либо накрыть лицо какой-нибудь шляпой, как это всегда делаю я, либо брать с собой на пляж зонтик, либо вообще на крайняк пойти охладиться в море? Пляжный. Ну, на самом деле, охладиться как-то не очень получится. Не, ну, конечно, получится, и покажется то, что ты охлаждаешься, но солнце через воду тоже проникает, насколько я знаю. Возможно, я ошибаюсь, но, по-моему, я такое слышал. Отдых превращается в пытку. Остается искать спасение в море. Ну вот, как я и сказал, пошла она на море. Ну и тут возникают препятствия. Охренеть препятствия. Ты просто... По-моему, блин, неуклюжая. Ну вы все знаете, вот эти черенки от лопат постоянно на пляжах валяются. Я не понял, откуда они взялись там нет. Тем более по три штуки в одном месте. Нет, я, конечно, понимаю, что я тут придираюсь. Но, сука, могли бы ради реалистичности положить на песок просто какие-нибудь крепкие палки от деревьев. Хотя и тут... И то бы, откуда они там взялись, там же, как бы, песок, деревья даже не растут. Конечно, тут уже непонятно, откуда они там, но все же. Нахрена разыгрывать эту дебильную сценку с тремя новыми идеально гладкими черенками от лопат? Которая... Так, ой, нифига себе, я... Я нашла, это... Палки. Что я сейчас с ними буду делать? Можно обратить в свою пользу. Чего это сейчас было, блядь? Керри и Эмили знают, что делать. Эти три палки послужат прекрасными опорами для палатки. А крышей будет плот. Так где они? А если у меня нет палок, как я сделаю палатки? По-моему, не на всех пляжах такие палки валяются. Только на тех, где вы отдыхаете. Ткань. Просто гениально. Я говорю, гениально, Вилл. Я даже теряюсь, как это комментировать вообще. Ну, вы все же знаете, да? У каждой девушки, когда у нас подруга идет на пляж, в рюкзачке есть плотная ткань. На случай... Нет, да ты плотная ткань, это ладно. Типа, ты лежишь на этом, как его... На каком-нибудь точно... На какой-нибудь подстилке, там, может быть, на каком-нибудь... Полотенце, либо что-нибудь еще. Поэтому это можно. Можно из-под жопы взять и повесить наверх. Вот палки где мы возьмем? Я никогда не понимаю. Если нужно будет построить палатку. Ну, вы подождите, как говорится, дальше больше. Закрепляем палки в песке. Вот так. Теперь нам потребуется веревка. Ты нормальная? Где? Где я бечевку, по-твоему, возьму? И шампуры. И шампуры. И веревку, и шампуры. Я с собой беру постоянно на пляж. Чё за дичь? Давно у нас тёлки, когда хотят позагорать на пляже, приносят с собой шампуры и лебёдку. Это дичь вообще какая-то. Не, ну, возможно, они хотели потом пожарить шашлыки, не исключено. Хотя я ни разу не видел, чтобы... Но бечевки-то как-то они будут её жарить. Девушки без пацанов вообще шашлыки жаряли. Ой, не, ладно, такое бывает. Ну, ладно, допустим. Ну, нахера им на пляже лебёдка, я даже гадать... Лебёдка? Это по-другому называется. Накидываем сверху ткань. Так. Натягиваем и фиксируем шампурами. Ты нормальная, ты просто взяла и дырку сделала в этой ткани. Ну всё, мы... Что... А, да... Всё. Ладно. Можно прятаться в домик. Охренеть, я просто похлопаю... Помню этого чувака. То есть вы поняли, да? Обычный зонтик эти две куши взять с собой на пляж не додумались. По-моему, это гораздо легче. Зато лебёдка, шампуры, натяжная ткань площадью с моей комнатой Это как бы обычные предметы, которые любая девушка берёт с собой на пляж Кстати, а хочешь я тебе дам максимально годный лайфхак? Нет, ну ты послушай Ты хочешь стать боссом мафии и ездить на ламборгини возле Кремля в окружении охраны? Я так понимаю, это сейчас будет реклама какой-нибудь Я тоже хочу, но в реальной жизни это довольно опасно Поэтому я лучше сделаю это в замечательном ступе Ты скрутил в игре все, а хуже ты же Так, но не что у нас бонусы, в числе которых премиум аккаунт Следующий их гениальный лайфхак Конечно, не настолько трэшовый, как первый, но Побыт бы хоть немного русалочкой С красивым, блестящим хвостом Зачем тебе хвост? Это похоже на детскую мечту Ну как бы да, допустим, у меня маленький ребёнок И он об этом мечтает, что же мне делать? Ну так как я нормальный человек, то А, ну такая фигня стоит всего ничего Просто зайду на Алиэкспресс И найду там такие ласты за 2 минуты Которые ещё и стоят 300 рублей Да, это копейки вообще Ну если хочешь ласты покруче, 900 рублей для них это предел Причём сделаны эти ласты из нормальных материалов И на ногах они крепятся удобно В итоге, меньше чем 2 минуты мне потребовалось Чтобы найти этот русалечий хвост на Алике Ну просто долго его ещё ждать надо будет О, давайте посмотрим, что же нам предлагает Трум-Трум Давай Плотный пластик Трафарет хвоста из бумаги И аквашу Плотный пластик Ээээээ, не большой пластик Вот, вот, на чём лежит Трафарет Это пластик Это похоже на ткань обычную какую-то Я фиг его знаю Обводим бумажный шаблон по контуру Вырезаем Получили А, они всё-таки пластик Хм, нифига себе Где они такие взяли? Я даже не представляю, где такое можно две одинаковые детали и вымех термопистолетом с помощью пластиковых стяжек соединяем резиновые тапочки друг с другом затем используя термоклей фиксируем неразлучную парочку к пластику теперь берем ли так можно было их и не связывая просто клеем тоже этой приклеить к этому все еще и ткань с пайетками и декорируем зашибись гениально просто то есть мест не но это на самом деле прикольная штука это конечно нихрена никакой не лайфхак потому что как бы лайфхак должен тебе по идее ну как-то облегчить жизнь да как тебе вот этот хвост облегчить жизнь а хрена его знает облегчить жизнь тебя поможет его купить но это будет долго но выглядит эта штука забавно если честно но по крайней мере если посмотреть если ты маленькая девочка какая-нибудь такая будешь охренеть это офигенно я такое хочу будь я маленькой девочкой естественно да поэтому это нихрена не лайфхак это просто diy во как это называется точно вспомнил это было прикольно только не понял зачем нужно было две этих штуки две пластика пластиковые фигни чтобы он толще просто был или чё или это непонятно вместо того чтобы просто заказать такую херню на вайлдберис или на алиэкспрессе я значит должен сначала где-то достать а затем еще и угробить два листа нормального пластика потом я есть честно вообще не знаю чем нужен этот пластик поэтому пофигу если ты его достанешь что угробить ну для такой штуки без проблем можно просто это не лайфхак лайф вот предыдущая штуку которую они показали это типа да это тоже не лайфхак это diy но по крайней мере у него предназначение как лайфхак потому что облегчит тебе жизнь то что ты будешь под этим под тенечком но какого хрена бред какой-то вот это это явно не лайфхак я не знаю почему очень это здесь взяли и не понимаю почему маразм и вот именно вот этот момент здесь обозревает это бессмысленно просто это же просто diy прикольно пробить аквасоки это так называются вот эти вот резиновые тапочки затем где-то мне нужно родить термоклей пластиковые стяжки конечно в каждом же доме есть такие инструменты разве вы не знали конечно и напоследок нужно еще где-то родить блестящую ткань с пайетками стоп 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 может я что-то путаю но вроде бы лайфхаки в привычном понимании это способ упростить во кстати да вот типа то чем я сказал какого хрена они это в лайфхаки вставили я ни хрена не понял чем при жизни но в чем тут блин лайфхак я тоже не понял того чтобы на сраном алике за какие-то сраные 10 баксов заказать себе эти сраные ласты 10 баксов я должен значит где-то зародить пластик аквасоки термоклей стяжки блестящую ткань и сидеть где-то три часа все это вырезать и склеивать просто замечательный способ упростить себе жизнь ну да но это я говорю это не для упрощения жизни это просто для того чтобы сделать тебе какой-нибудь костюмчик прикольный это да это прикольно но это не лайфхак вообще ни разу ну просто чё за бред смотреть дальше почему они назвали ты лайфхаками не понимаю с помощью банки а это иди и банка из подсмеков превращается в резервуар для подводной съемки подождите подождите насколько я знаю большинство телефонов сейчас водонепроницаемые ну ладно допустим у вас нет что большинство телефонов водонепроницаемых не знаю по моему это бред ну как бы потому что вот у меня телефон в нем есть разъемы там usb точнее type-c да миниджек что-то еще есть а ну просто даже динамик это если это все есть это уже теперь не не водопроницаемый поэтому большинство нет ни разу очень малое количество телефонов водонепроницаемых такого нет предположим вы хотите нормально поснимать человека под водой специально для вас продается вот такого чехол за 500 рублей а то на алике можно и гораздо дешевле найти но блин как вы в банке я не знал что такие человек собрались осуществить нормальную подводную съемку это сделать таймер удобно а мы но это бред все равно типа банка она большая все таки телефон добудет был тхат спая постоянно поэтому сейчас и посмотрим как у них это получилось веселая фотосессия с пузырьками обеспечена о господи какая дичь плоская и стрёмная это выглядит очень кринжово вы жесть о господи мне страшно становится гениально я тоже хочу такую подводную фоточку ну давайте смотреть да столько людей на пляже нет на самом деле не очень много людей это 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 мало людей но найти хорошее место это пол дела надо еще справиться с полотенцем которое все время норовит биться на ветру чтобы избежать таких проблем попробуй лайфхак от эмили до распрямить плать вот смотрите его распрямила просто на земле или на короняк попросить свою подругу поддержать один край для этого высшее образование нужно либо бред реально что же нам нужно может сделать не уж Kosko края полотенца шампурами закрепить мать пото вот этот брезент себе это порвал так и полотенца рвать будет после просмотра пляжной палатке еще не такое можем ожидать для него нам понадобится пляжное полотенце а также фольгированный утеплитель ну конечно где я возьму тебе фольгированный утеплитель каждого же дома фольгированный утеплитель лежит разворачиваем полотенце и раскладываем на нём три куска утеплителя. А если у меня полотенце маленькое? Наносим термоклей и фиксируем утеплитель. Ну да, зашибись, полотенце ещё и сговнять. Складываем подстилку. Сама ты подстилка. Блин, это смешно, но что-то как-то, по-моему, не стоит. И берём толстую верёвку, крепим её с двух сторон коврика, чтобы получились ручки. Ну, конечно, толстую верёвку найти вообще не проблема. Вон у меня вся квартира. Я такое купить тоже могу. Это вообще не лайфхак, это реально диайвай какой-то. Этими верёвками обмотано. Сумка-подстилка готова. Сумка-подстилка. Дела посрала сумку. Гич. Удобно и просто. Охренительно просто. То есть купить себе вот такой складной коврик, который будет ещё удобнее, это не вариант. А вот изговнять полотенце термоклеем, родить где-то фольгированный утеплитель, потом ещё верёвку, это самое оно. Мне кажется, эти ролики нужно называть не подборкой лайфхаков, а подборкой охуительных идей, как усложнить себе жизнь, когда... Не, ну это просто, это чисто диайвай. Короче, ну, взял, сделал какую-нибудь подделку и всё. Но это не лайфхак, это рил тебе никак абсолютно не упростит жизнь. Там нет необходимости. Ребят, а сейчас предупреждение. Если кто-то в данный момент кушает, лучше сейчас всё доедайте, а потом дальше смотрите это видео. Не, вы можете, конечно, дальше есть, но когда у вас весь стол будет в блевотине, не говорите, что я вас не предупрежу. Сейчас попробуем, что-то у нас такого будет стрёмненького. Маленькая недоработка во внешнем виде, и имидж страдает весьма серьёзно. А, ну да. Эти волосы в подмышках, фу, но на пляже их не... Да она их взяла на клей, приклеила. Гениально. Как не удалить? Могла бы просто тогда уж несколько дней не бриться и показать настоящее. Зачем приклеивать их на клей? Отвратительно. Ладно, чего уж там. Ну уж нет, после ткаешки Эмили есть экстренный лайфхак на этот случай. Экстремальная депиляция фруктовым леденцом. Ощущение, может, не очень приятное, зато... Теперь возьми этого... Подмышки явно от этого выигрывают. Какая мерзость, это отвратительно. А, у тебя не получится так сделать этим леденцом. Вообще ни разу. Тут просто без комментариев. Это просто дичь какая-то странная. Потому что, ну я хер знает, как это вообще можно прокомментировать. Ну это пиздец просто какой-то. Да для чего эту трешатину надо было снимать? Объясните мне кто-нибудь. Я не знаю. Сегодня подмышки, а завтра чё? Она... Будет брить тебе лобок. На Денис Тринге у меня будет такая же проблема с волосами, там же в другом месте. Чё тогда будете делать? Тоже леденец прислонять? А что мешало... Правда, это ни хрена не поможет тебе. Перед походом на пляж просто-напросто побриться. Так она же это видела, не хотела. Это её подруге не понравилось. Поэтому она решила свой леденец испортить. В общем, какого только самодрочилого, который лайфхаками-то назвать нельзя, на этом канале не встретишь. То они учат самостоятельно делать подвязочки для шляпы. Конечно же, у каждой девушки в сумочке всегда лежит подарочная лента, нитка и иголки. А купить шляпу с завязочками, это что-то из разряда невозможного. Или же вот, например, они показывают, как своими руками сделать термосумку. Где опять же нужно задрочиться с фольгированным утеплителем, с термоклеем, найти ручку из ременной ленты. Ну это прям вообще не лайфхак ничего. Ёбаный свет, ни у кого дома нету, блядь, фольгированного утеплителя. У меня как минимум точно нету. Успитесь вы уже с этим. Что сложного, просто заказать себе на Алике термосумку. Да и вообще не факт, что эта самодельная термосумка будет настолько же практичной, как покупная. Знаете, я придумал этому каналу ещё одно название. Сам себя задрочи, найди у себя дома какие-то редкие материалы, которых не у... Что-то знаешь, по-моему, слишком длинное какое-то название, блин, и кто его читать-то будет? И сделай своими руками. Трум-трум ему явно подходит. Трум-трум. Спокойно пойти и купить в магазине за копейки. Вот другого и не придумаешь. В общем, если вы хотите, чтобы я ещё раз прошёлся катком по этой трешатине, давайте 100 тысяч лайк. А тут уже 174 тысячи. Не, ролик получился прикольный. И это нихрена не лайфхаки. Спасибо большое, Мразму, за то, что он это нам показал. Это полная дичь. В принципе, как и в предыдущем ролике, который я смотрел уже очень-очень-очень-очень давно. Прикольный ролик. Лайк у себя уже поставил. Если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенчики. Если вас интересует ссылочка в описании. С вами, как всегда, был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока.